здравствуйте мои дорогие друзья сегодня я для вас хочу приготовить для вас и для моей семьи плов рисовый со сладостями на пасхальный стол и я покажу способ которым готовлю я будет очень оригинальная подача так что следите смотрите до конца видео я уверена вас это вдохновит и вам это очень понравится для начала я взяла рис и его как следует промыла до прозрачной воды рис я беру длиннозерный это должен быть хорошего твердого качества рис чтобы он не раз мяг в воде берем кастрюлю ставим кипятить воду как вода закипит обязательно посолим воду и положим рис варить обязательно перемешивайте чтобы рис сварился равномерно и доведем его до момента такого аль денте чтобы он полностью не был разварен ну и вернемся потом и пока варится наш рис мы подготовим посуду и сухофрукты вот смотрите я сделала немножечко масла на сковородку нарезала лаваш вот такими кубиками и теперь полностью все дно я вот так обложу лавашу и покажу как я делаю сухофрукты вот к сладкому плову здесь меня чернослив курага и изюм вот я беру обязательно это не обязательно но я вот делаю потому что так приятнее когда кусочки небольшие бывают и то же самое мы будем делать с курагой я их уже помыла намочила залила даже кипятком так что вот такой у нас будет красивые такие полосочки вместе с изюмом смотрите какой рис и он еще не полностью готов как я вот сказал уже аль денте и сейчас мы его процедим и обязательно обдадим холодной водой мы уложили вниз кастрюльки лаваш и теперь мы будем процеженный рис добавлять вот сюда сверху выложим весь рис и теперь мы поливаем это все топлёным маслом масло масло не жалеем как знаем кашу маслом не испортишь наливаем вот совсем немножко воды берем полотенце и делаем вот так кладем на очень-очень маленький огонь смотрим чтобы масло все растаяло весь этот плов наш рис пропитался маслом и поставим некоторое время чтобы лаваш лаваш нижняя часть его поджарилась и тогда будет наш плов готов и пока готовится подходит наш плов мы здесь будем делать сладости сначала мы обжарим изюм я уже масло добавила в нашу кастрюлю и для начала мы должны обжарить изюм изюм должен вот каждая изюминка должна вот так набухнуть это означает что она готова и после этого будем добавлять остальные наши сухофрукты я вам покажу как я это буду делать вот посмотрите как уже изюм набух видите вот он какой как шарик и теперь я добавляю остальные сладости пару минут обжарим в масле слегка обжарили сухофрукты в масле и теперь я добавлю сахарный песок где-то 2 чайные ложки достаточно и добавлю вот совсем немножко водички убавим огонь накрою крышкой и оставлю на пару минуточек все наши сухофрукты готовы и вы посмотрите как здесь кристаллизировался сахар это получилось еще сваще и еще вкуснее и все это пропитано маслом это просто божественный плов и для оригинальной подачи нам понадобится небольшое совсем яблочко мы должны сделать вот такое углубление в яблочке делаем так чтоб нижняя часть у нас осталась невредимой немножко раскроем и вот у нас получилось яблочко мы его положим в рис нальем водку и подожжем и 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 Продолжение следует...